На собрании правления, которое состоялось на минувшей неделе, рассматривались темы конференции. Их будет около десяти. Все очень интересны и заслуживают внимания. К примеру, архитектура старого города, музей Московского коксгазового завода, усадьба Тимохова, ветераны завода и другие не менее интересные темы. Одним из пунктов повестки дня заседания было обсуждение восстановления обелиска жителям деревни Жуково, погибших в годы Великой Отечественной войны. Из этой деревни ни один мужчина, ушедший на фронт, не вернулся домой. Обелиск был установлен сразу после войны на деньги семей погибших. И стоял он на горе при въезде в деревню, теперь проспект Ленинского комсомола. Я, будучи подростком, бегая там, видел этот обелиск, мимо него проходила стёжка на железнодорожную станцию в Расторгове. Каждый день люди шли на работу и с работы. И кто перекрестится, кто поклонится. В повестке дня заседания обсуждались и другие вопросы, и в том числе проведение 8-го районного краеведческого конкурса «Наш край». До присутствующих была доведена и приятная информация. На очередном юбилейном 150-м заседании Московского краеведческого общества за большую краеведческую работу, которая ведётся в Ленинском районе Московской области в течение уже многих лет, общество краеведов Ленинского района принимается как коллективный член в ряды Московского краеведческого общества. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.